МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые телезрители, прошу внимания и сообщаю вам о том, что 4 октября вся Россия услышит сигналы тревоги. Но не надо пугаться, в этот день в стране пройдет всероссийская комплексная тренировка по гражданской обороне. Здравствуйте, я Татьяна Усынина. Это главная тема. Мой гость Вячеслав Гаврилович Левый, директор единой дежурно-диспетчерской службы Полевского городского округа. Вячеслав Гаврилович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, 4 октября этого года по распоряжению председателя правительства России Дмитрия Медведева и под его непосредственным руководством будет проведена всероссийская тренировка по гражданской обороне. И этот факт говорит о том, что время диктует нам в каждом городе иметь специальные службы, которые могли бы вовремя реагировать на такие сигналы тревоги. В нашем городе, я так понимаю, это единая дежурно-диспетчерская служба. Вячеслав Гаврилович, вот сейчас в России созданы специальные центры управления в кризисных ситуациях у нас в городе, это ЕДДС. А какова цель создания этой службы? Здесь бы я хотел остановиться на краткой истории вопроса. У нас на нашей планете все государства создаются службы спасения с использованием единого номера, какого-то там, 911 или 112. Но эта работа требует длительного времени. У нас, например, в Соединенных Штатах Америки эта работа заняла 40 лет, в Европе 36 лет. А у нас, мы знаем, у нас номера были такие, как 0102, 0304, предпринимались попытки в 2005-2006 годах создать всю эту единый номер на базе телефона 01. Но немножко эта работа не получилась. Поэтому руководством страны была принята концепция создания единого системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на базе единого номера 112. Эта работа была проведена в 2008 году. Была она поставлена задача по ней в 2011 году окончательно, что создавать единую службу спасения вызова экстренных оперативных служб на базе телефона 112, на базе единодиспетерских служб, сокращенно назовем их ЕДДС. В рамках этой работы в 2012 году, в этом году, были созданы, как вы сказали, Центр управления кризисных ситуаций в главных управлениях МЧС региональных, вот нашей Свердловской области в частности, и единодиспетерские службы муниципальных образований. Они практически созданы во всех муниципальных образованиях. И тем самым была создана, вот, закончена работа по созданию единой государственной системы по предупреждению и ликвидации террористических ситуаций. И таким образом, главная задача всей этой системы предупреждения сводится к тому, что мы должны оказать своевременную и полную помощь населению. Отсюда вытекают и наши основные цели. Это оказание экстренной помощи населению при угрозе их здоровью и жизни. Это дальнейшая задача. Это повышение эффективности действий администрации служб Полицкого городского округа при предупреждении о ликвидации террористических ситуаций. И организация взаимодействия тех служб, которые будут действовать конкретно при ликвидации террористических ситуаций, при их совместном привлечении. – Скажите, но созданию службы предшествовал какой-то документ, наверное, да, я так думаю? То есть на основании какого документа была создана ЕДДС? – ЕДДС была создана на основании указов президента 2010 года, номер 1632, о той системе, которую я вам сказал. Там еще был ряд постановлений, я не буду их не останавливаться. Основное это еще постановление правительства Свердловской области 2011 года о создании едино-диспетерской службы на территории Свердловской области и постановление главы нашего Полесково-городского округа номер 2698 о создании ЕДДС по Полесково-городского округа. Надо сказать, что наша служба создана в виде муниципального казенного учреждения и функционирует с 1 января 2012 года. – Ну вот вы уже, как бы, мой вопрос предвестили. Значит, полевчане должны знать вашу службу по номеру 112. Правильно я поняла. А скажите, вот эта система 112, видимо, в будущем подменит существующие экстренные службы, такие как 01, 02, 03 и 04, да? Расскажите немножко об этом. То есть будет какой-то единый номер? – Да. Как я вам сказал, на основании этой концепции у нас определен единый телефон службы спасения или вызова экстренных оперативных служб, будем так точнее говорить, этот телефон 112. Он развернут на базе единых диспетчерских служб. – Вот. Наши муниципальные образования, которые у нас есть, ну не только у нас, но и по всей стране. И этот телефон в дальнейшем предусматривается, и задача поставлена правительством Российской Федерации к 2017 году эту работу закончить, чтобы никаких специальных номеров уже не было. Ни 01, ни 02, ни 03, ни 04. Они будут все как бы аннулированы, и все вызовы от населения будут приниматься по единому телефону 112, который будет расположен в нашей единой диспетчерской службе. А мы уже будем распределять все свои там задачи, которые мы там будем иметь, и по всем тем службам, которые будут. Они остаются, работают, но только телефон будет один у нас. Кроме того, у нас еще установлен телефон городской 55353, ну типа резервного. Если тот не будет работать, то можно по этому любое свое происшествие, которое у вас с вами произошло, или там событие, можно по этому телефону сообщить, и мы будем реагировать соответствующим образом. То есть я так понимаю, что вам еще окончательно дали пять лет, чтобы вы закончили всю как бы работу, да, по созданию? Да, резерв времени есть еще, но там предстоит огромная работа. Дальше остановимся на этом вопросе. Вячеслав Гаврилович, конечно, создание единой дежурной диспетчерской службы – дело хорошее, тем более, что и погодные условия, и другие катаклизмы, значит, нашей жизни диктуют создание экстренной службы. Понятно. Скажите, а кто работает, трудится в вашей службе и где она находится? Наша служба находится по улице, здание по улице Свердлова, 29, на первом этаже мы там располагаемся. Пока мы набрали минимальный штат сотрудников, в состав и входят это руководство учреждения, оперативные дежурные, инженеры по направлениям работы. И мы планируем еще увеличивать свой штат, потому что у нас предстоят обширные задачи, где мы будем должны быть не только реагировать по тем вызовам, которые поступают, но и отслеживать всю обстановку дорожную в частности в нашей организации. То есть будет установлена система ГЛОНАСС. Поэтому мы вскоре планируем принять еще работу диспетчеров, вот этого телефона 112, который будет, его система расширяться, и диспетчеров ГЛОНАСС. Поэтому я пользуясь случаем, обращаясь к нашему населению, что если у кого-то есть такой интерес, и кто в совершенстве владеет компьютером, пусть приходит к мне на беседу, мы будем подбирать тех людей. То есть у нас еще перспективы большие. Понятно. То есть ограничений-то у вас каких-то нет? Обязательно просто владение персональным компьютером? Возраст там не играет особого значения, да, лишь бы вот я как сказал. Главное, чтобы интерес к работе был и владение компьютером. А как вы считаете, что является все-таки самым сложным в построении системы, вот, работы экстренных служб? Самым сложным в построении системы является то, что мы должны для обеспечения работы вот этого телефона 112, мы должны обеспечить прямые каналы связи между нашим учреждением, ЕДДС, и дежурно-диспетчерскими службами объектов экономики, которые у нас есть на территории города. У нас, мы их насчитали, 11 таких предприятий, которые имеют дежурно-диспетчерскую службу. То есть нам нужно от нашего Свердлова 29 здания, от нашего пункта управления протянуть линии прямые к этим диспетчерам и оборудовать их компьютерным, значит, оборудованием и программным обеспечением, естественно. Вот. На какой стадии сейчас работа? Вот на сегодняшнее время, с нас-то требуется, чтобы все это дело уже было установлено и функционировало, но, к сожалению, нам навстречу не все идут руководители предприятий. Мы пока установили только пять точек таких, оборудовали. Это Северский трубный завод, Полиско-Кирилитовый завод, Полиская коммунальная компания, Южная коммунальная предприятие и 64-я пожарная часть. То есть наши предприятия, которые конкретно муниципальные, будем так говорить. А вот те предприятия, которые имеют свое областное руководство, они, к сожалению, пока не очень нам навстречу идут, видимо, ожидают каких-то дальнейших указаний от своих руководителей. И пока мы там еще эту работу не проводили. Но за оставшиеся пять лет, я думаю, мы проведем эту работу. То есть здесь смысл такой, что, получив вызов от населения, по телефону 112, наш диспетчер должен заполнить определенную там программой обеспечения карточку и ее автоматическом режиме отправить в той службе, которая будет заниматься устранением этого происшествия. Это должно быть в автоматическом режиме, соответствующим программным обеспечением. Оно стоит недешево. Таких средств пока в муниципальном бюджете нет. Поэтому мы сейчас пока проводим линии, а потом будем проводить их в наладку, и потом уже будем доработку всех действий там организовывать. Понятно. Ну вы еще на такой стадии организации, так скажем, еще, да? То есть такого... Ну раз у вас время есть, то оно все понятно. Скажите, вы неоднократно говорили о том, что большая проблема – это паспортизация населенных пунктов. А что это такое вообще? Паспортизация населенных пунктов и объектов – это разработка паспортов безопасности этих пунктов и объектов. То есть, причем объектов не только потенциально опасных, но и тех объектов, в которых вот одновременное пребывание людей больше 50 человек – это по требованиям законодательства. Кроме того, социально значимых объектов – объектов торговли. Вот. В этих паспортах безопасности должны содержаться все сведения об этом объекте или населенном пункте. Рассчитаны риски возникновения там какой-нибудь чрезвычайной ситуации или какого-то неординарного события. И определены силы и средства, которые должны устранить эту чрезвычайную ситуацию. То есть, это как бы план действий при возникновении каких-то таких нестандартных ситуаций. Ну и эта работа еще... Задача по этой работе была поставлена нашим руководством страны еще в 2004 году. Ну, многие этого работы сделали, но некоторые предприятия и объекты еще этого не сделали. Поэтому это как бы план действия руководства этого предприятия или объекта, которое должно предпринять случай в некотором моменте в твердичайной ситуации. Поэтому он должен идти на пользу только ему не для того, чтобы там усложнить работу там или существование этого руководителя, а именно для того, чтобы организовать слаженные действия по ликвидации твердичайной ситуации там или там террористического акта там. Там есть разделы типовые. Скажите, а много паспортов вообще у нас на территории города? Ну, вот таких социально значимых объектов, там опасных? Ну, у нас, как известно, потенциально опасных там порядка 21 объекта. Эти они примерно все сделали. Образовательные учреждения у них все эти паспорта есть. А вот с массовым пребыванием людей, социально значимые объекты, торговли, там вообще вот таких, такая работа еще не проведена. Кроме того, сейчас вот с образованием этих центров управления кризис-ситуаций, он уже создан не только в областях и регионах, он же и национальный центр управления кризис-ситуаций. Там и оттуда приходят требования, он при Министерстве террористических ситуаций Российской Федерации, приходят требования, что все эти паспорта должны быть размещены в электронном виде. То есть, если что-то случается у нас в стране, они там открывают этот паспорт в электронном виде, выводят его на экран к председателю правительства, и он там принимает решение по ликвидации. Поэтому сейчас идет требование, чтобы эти все паспорта находились конкретно в единых диспетчерских службах, то есть у нас. Поэтому мы, вот я недократно наступал на совещаниях у руководства города, на аппаратном совещании, что такие данные нам нужно представить. Но, к сожалению, эта работа очень сложно осуществляется. То есть, взаимодействия никакого нет практически, да? Ну, взаимодействие-то есть, люди приходят, но пока у нас на выходе очень мало этих паспортов, и мы испытываем довольно трудности, потому что с нас требуют эти электронные паспорта, но мы их пока представить в полном виде не можем. Понятно. Ну, а давайте теперь вернемся к предстоящей 4 октября тренировке. Скажите, цель данной тренировки в чем и каково здесь участие ЕДДС? Цель этой тренировки является отработка действий органов управления предприятий и организаций по выполнению первоочередных мероприятий по гражданской обороне. Наша едино-диспетерская служба в тренировке будет обеспечить прием сигналов оповещения, доведение их до органов управления и населения, а также сбор информации по выполнению плана проведения тренировки. А каким образом к тренировке будут привлечены городские предприятия и организации? И вообще, как это будет происходить? Ну, конкретных планов мы, к сожалению, пока не имеем. Видимо, он поступит на следующей неделе, но в соответствии с общими указаниями, которые уже поступили, можно уже нарисовать общую картину, что она пройдет, вот я, как вы сказали, 4 октября, начнется в 6 утра по нашему местному времени и будут проведены оповещения сбора руководящего состава нашего полицкого городского округа, начальников служб спасения нашего округа. Дальше будет проведено заседание комиссии по чередчайным ситуациям, где будут определены поступившие задачи и поставлены задачи руководителям предприятий на ту или иную вводную, которые там должны нам прийти согласно плану проведения тренировки. Потом будет развернут подвижный пункт управления руководителя гражданской обороны в месте возникновения чередчайной ситуации, возможно возникновение там по плану проведения тренировки. В одно время будут включены электросирены по оповещению населения и по средствам массовой информации, и по вашей частности мы письмо написали, что оно там будет сказать, чтобы население не беспокоилось, что проводится тренировка, они, что знают, что есть такая система гражданской обороны. Но все предприятия и организации должны будут выполнить свои мероприятия, первоочередные мероприятия по гражданской обороне согласно своих планов. В том числе вот, например, Северский трубный завод проведет комплексное объектовое учение по выполнению этих мероприятий по гражданской обороне. Спасательные службы городского округа будут развернуты в сборно-евакуационный пункт и в пункт выдачи противогазов на базе школы номер 21. Дальше будут развернуты подвижные пункты питания, вещевого снабжения на территории лыжной базы, сборные обымочные пункты и пункты обработки одежды на базе МОП «Полевчанка». Будет проведено в режиме видеоконференции показное заседание эвакоприемной комиссии и комиссии по обеспечению устойчивости объектов экономики нашего полицкого городского округа. И в образовательных учреждениях мы договорились, будут проведены занятия и выдачи учащимися памяток, мы их разработали и принесли туда, по действиям и по чрезвычайных ситуациях. То есть мы будем всех учить, как действовать в той или иной чрезвычайной ситуации. Это все будет 4 октября, да? Это все будет планироваться 4 октября. Скажите, ну немножко, как вы думаете, согласованно с работой вот в этот день? Ну, руководители предприятий, организации, как-то вот готовятся они к этой тренировке? Я думаю, готовятся. Мы уже провели совещание на эту тему, где глава нашего округа поставил задачу по проведению тренировки на основании общих указаний. Там уже, в принципе, вырезаны все основные мероприятия, на которых я примерно сказал. Вот. Сейчас, сегодня реализатор будет подписывать постановление главы по этому вопросу, где будет конкретно расписано, кому что сделать. Вот. И составим план, конкретный план мероприятий. Он уже уточнится при поступлении плана проведения областного. Но он уже, в основном-то будет уже определен, и он особо там не уйдет в сторону. Поэтому все документы, задачи на поставленные, остается только их выполнить. И выполнить свои мероприятия, которые, они должны быть выполнены по планам своих действий. Ну, тогда, Вячеслав Гаврилович, удачи вам и удачи нам, как населению. Я напомню, это была главная тема с директором единой дежурной диспетчерской службы Полевского городского округа Вячеславом Гавриловичем Юрьевым. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok